Химки посетил Нобелевский лауреат по химии 1988 года Роберт Хубер. В России он не впервые. На этот раз приехал на 4-ю международную конференцию ФИСТЕХБИО, проходящую в Долгопрудном. Ученый не мог не посетить ХимРАР, один из лучших центров высоких технологий в России, который тесно сотрудничает с Роснано и имеет современный бизнес-инкубатор. Во время визита Хубер осмотрел исследовательские лаборатории и пообщался с молодыми коллегами. С Нобелевским лауреатом познакомилась и Елена Васильевская. Роберт Хубер родился в Мюнхене в 1937 году. Там же закончил высшую техническую школу. В начале 60-х начал исследование сложных биоорганических соединений. Прошел не один десяток лет, прежде чем эти труды оценили. Несмотря на отсутствие подходящих условий для работы, в 1988 году он получил Нобелевскую премию. В то время, кроме их случая, ничего не было. Все структуры белков я собирал вручную, буквально соединял гвоздиками. Не было никаких программ графики. И сейчас не сравнить с тем временем. Сейчас все компьютеризировано, и ученые ничего не делают руками. В России Роберт Хубер — гость нередкий. На этот раз приехал в Долгопрудный на четвертую международную конференцию «Физтехбио». Это ежегодное мероприятие проводится на базе Московского физико-технического института. Оно собирает выдающихся химиков со всего мира. В химке ученого пригласило руководство Центра высоких технологий «Химрар». Для нас большая честь пригласить Нобелевского лауреата в области химии, потому что мы сами занимаемся этой наукой много лет, серьезно, основательно. И нам интересно, чем живет весь мир, о чем думает. Мы хотели показать наши возможности и рассказать, чем занимаемся мы. В программе визита — осмотр лабораторий. В средине химическая, в которой проводят синтез веществ, биологическая, где они проходят предварительный отбор, и вивари, где содержатся лабораторные животные. А в этой лаборатории химрара занимаются разработкой и внедрением новых биотехнологических препаратов. У современных ученых есть целый арсенал средств для исследовательских работ, о которых пионер кристаллографии Роберт Хубер не мог даже и мечтать. «Прекрасно оборудованы лаборатории. Все инструменты очень современные. От синтеза до клинических испытаний все этапы покрыты. И здесь есть все необходимое, чтобы реализовать исследования на практике». Завершением визита Нобелевского лауреата стала лекция для сотрудников Центра высоких технологий. На ней собралось несколько десятков химиков-практиков. «Сейчас было понятно, для чего мы все эти молекулы синтезировали. Роберт убедил нас в том, что это достаточно перспективно, что нам есть чем заниматься в ближайшие 20-40-50 лет. И, в общем, это очень воодушевляет на дальнейшую работу». Но на этом сотрудничество Роберта Хубера с Химраром не закончится. Ученые проводят открытые лекции в университетах мира. В перспективе Хубер планирует дистанционное курирование исследовательских проектов института. Елена Васильевская, Дмитрий Алексеев, Служба новостей.